Новости спорта. Мы уже не в первый раз рассказываем о славянцах, которые решили сдать нормативы ГТО. Для участников это мероприятие становится настоящим спортивным праздником. Славянский район давно уже зарекомендовал себя на Кубани как территория спорта. И активное участие славянцев в сдаче нормативов комплекса ГТО среди сборных команд городского и сельских поселений в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства под девизом «Живая память поколений» еще раз это подтверждает. Одна городская и девять команд сельских поселений со всего района приехали в центр спортивной подготовки олимпиец, чтобы побороться за лидерство. Месяца два-три мы занимались, тренировались каждый вечер с девочками, собирались и решили поехать на ГТО, показать себя. У нас команда сильная, замечательно, думаем, выступим хорошо. Движение «Готов к труду и обороне» становится все более популярным и массовым. ГТО – это не просто знак отличия. Это в первую очередь отличный индикатор здоровья человека. И это в сельских поселениях Славянского района хорошо понимают. Погода сегодня благоволит тому, чтобы заниматься спортом, чтобы жить в этом, поскольку не всегда мы можем себе это позволить. На сегодняшний день вот мы приехали и довольны тем, что мы здесь. А раз мы здесь, значит, будем заниматься и бегом, и стрельбой. Стрельба из электронного оружия, бег на 60 метров, прыжки в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа – все эти нормативы были знакомыми для участников соревнований. «Спорт – это, наверное, в крови с самого детства. И, соответственно, стараемся ребенка тоже к этому приучать с самого рождения. С трех месяцев ходим вместе на стадион, занимаемся там. Поэтому надеемся, когда начнет бегать, сразу вместе с мамой и с папой побежит. Сегодня папы у нас нет, но обычно мы втроем, всей семьей». После подведения итогов были определены лучшие. В общекомандном зачете победила команда Маевского сельского поселения. На втором месте спортсмены из Славянска-на-Кубани, на третьем – из станицы Анастасиевской. Среди мужчин лучшие результаты были у славянца Александра Мищенко, среди женщин – у Юлии Жарковой. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова